Я знаю, что режим Зеленского готовит удар по базам, которые находятся в Польше. И хочет это преподнести. Сейчас они переделывают ракеты дальнего действия, которые им натовцы дали. А что так можно было что ли? Специально наносят на них российскую маркировку. Для того, чтобы ударить по Польше и таким образом потом обвинить Россию. Вот так вот здесь я хочу передать всем огромный теплый привет всей России. Ну ты дебил. Борис Надеждин решил принять участие в выборах в Российской Федерации. Выборы. Я здесь осторожно произношу это слово. Для чего, зачем и как вы считаете, есть ли смысл и польза от его участия? Все-таки он продвигает такие демократические ценности. Ну по крайней мере на риторическом уровне. Есть ли смысл участвовать в таких мероприятиях в России сегодня? Вы знаете, я думаю, что результат вот этого намерения, этих действий Надеждина будет зависеть исключительно от Путина. Дело в том, что это в администрации президента, там Путин с Кириенко будут решать, использовать ли это спецмероприятие только для переназначения Путина в качестве самодержства еще на пожизненный период. Или использовать еще это, ну заодно, заодно использовать это мероприятие для того, чтобы доказать, что в России количество людей, не поддерживающих СВО, ну равно, например, одной тысячной процента. Или одной сотой процента. Или одному проценту. Это уж не важно, они уж там решат. И если они решат, что заодно, ну чтобы два раза не вставать, нужно использовать это мероприятие для того, чтобы доказать, что абсолютное большинство населения России за войну, то они найдут какого-нибудь антивоенного кандидата. А уж дальше, после того, как такое решение будет принято, дальше они будут решать, у них выбор есть, ведь такой же антивоенный кандидат может быть Григорий Алексеевич Явлинский. Или может быть Ксения Анатольевна Собчак. Или может быть Алексей Алексеевич Венедиктов, которого тоже называют среди возможных вот таких вот антивоенных кандидатов. И после того, как будет принято первое решение, что нужен кто-то, кто скажет, что он против войны, он идет на президентские выборы. После этого, и вот в роль этой плевательницы, в которой будут все плевать, и в конечном итоге, которая получит полпроцента голосов, будет определен, кто удобнее. Удобнее ли это такой вот очень благообразный человек, как Григорий Явлинский, он наберет свои полпроцента и скажет, вот Григорий Явлинский выступал против войны и получил полпроцента. Это и есть количество антивоенных людей в России. Ну, или скажет, что вот лучше, так сказать, не надо беспокоить Григория Алексеевича, лучше ограничиться Надеждином. Ну, Надеждин тоже хорош для этого, вполне годится. Значит, Венедиктов может быть, хотя вряд ли, маловероятно. Ну, Ксения Анатольевна Собчак тоже вполне годится на эту роль. То есть, это уже, понимаете, это уже будет обсуждение в администрации президента и мотивация там за ту или другую кандидатуру, я не знаю, какая будет. Но только это имеет смысл, понимаете, все остальное. То есть, это на самом деле работа на обслуживание какой-то операции Кремля. Никакой другой цели в этом, я думаю, нет. Потому что, что касается, ну, обычно в таких случаях говорят, ну, как же, вот будет трибуна, и Надеждин сможет высказывать антивоенные какие-то лозунги, аргументации и так далее. Ну, это есть, это сегодня практически, ну, можно сказать, все в России пользуются интернетом. И подобного рода, вот, и канал Грэм смотрят в России, и ютуб-канал вашего покорного услуги смотрят в России. Есть гораздо более, более аудиторные СМИ, которые тоже дают антивоенную риторику. И здесь выступление Надеждин мало что изменит. А вот, понимаете, если говорить о интересах антипутинской общественности, о тех людях, которые выступают за Украину в этой войне, против Путина, то в этом мероприятии мартовском интерес только один. Вот какие цели могут ставить люди, которые настроены против, которые являются противниками путинского режима? Вот в этом мероприятии. На мой взгляд, цель только одна. Чтобы по итогам этого спецмероприятия, оно было признано нелегитимным, результаты были признаны нелегитимными, и Путин был назван самозванцем. Вот это, мне кажется, самое главное. Я думаю, что других целей нет, потому что все сказки, которые распространяют, в том числе Максим Кац, о том, что в результате этого мероприятия можно нанести какое-то поражение Путину, чуть ли не сместить его с должности президента. Но это все как-то несерьезно даже разбирать. А вот единственная цель, это то, что уже евродепутаты европейские приняли на своем заседании, резолюцию о том, чтобы все страны Европы, и не только, признали Путина нелегитимным. По итогам признали эти выборы нелегитимными. Они уже сейчас нелегитимны. Вот, потому что человек на пожизненное идет фактически. И чтобы Путин по статусу своему сравнялся с Лукашенко. И вот у меня вопрос. Каждая инициатива, которая исходит от разных людей, она приближает, она работает на этот вариант или наоборот? Я думаю, что инициатива Надеждина, она работает против этого варианта, потому что сторонники Путина, а их в Европе тоже достаточно много, некоторые за деньги, некоторые, так сказать, по дурости, но вот они будут говорить, ну смотрите, выборы были вполне демократичными. Какие проблемы? Вот был, например, Борис Борис Надеждин, который говорил абсолютно, так сказать, с наших позиций выступал. Ну просто народ в России не хочет такого кандидата. Смотрите, 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 и не говорите, что не видели. Вот, пожалуйста, это я вот просто уже заранее цитирую выступление какого-нибудь одного из пророссийских евродепутатов в Европарламенте, в Совете Европы, который будет говорить, вот вам, пожалуйста, видео, как выступает Борис Надеждин на президентских выборах. Он говорит вещи, которые каждый из нас мог бы подписаться под ними. Но, извините, вот российский народ отдал за такую позицию, открыто говорит, по государственному телевидению, но российский народ отдал Борису Надеждину 1% или 0,5%. Вот и все. И это будет аргументом в пользу того, что эти выборы будут признаны легитимными, и Путин будет признан легитимным законным президентом России. Мне не хочется такого результата. Мне хочется, чтобы Путин сравнялся с Лукашенко, чтобы он был признан узурпатором, и к нему относились как к узурпатору, как к самозванцу, как к человеку, которого нельзя называть президентом. С моей точки зрения, это немножечко-немножечко ускорит падение путинского режима. Поэтому, мне кажется, что идея Надеждина, я хорошо его понимаю, Бориса Борисовича неплохо знаю лично, но я думаю, что он довольно давно по факту, сам он в себе точно это не признает, но перешел на обслуживание путинского режима. Вот в том числе выступая таким либералом по вызову. В том числе и на федеральных телеканалах. Ну, в последнее время его не очень приглашают, потому что нужды нет. Но так вот, мне кажется, вот такая вот история с ним. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова